Ну-ка дай мне майк Если вам скучно в городе вечером Хотелось бы развеяться, а делать нечего Значит и по адресу к нам попал вдруг В сезону успешно и вас без стендап до Уланда Гюл көмешті чеғарауыз Хон докторды тоз алауыз Канамей Стендап башталды шанадей Орыстан дыруғауыз Кыздардан күліп қалауыз Чикеттерден тамашаны Жанғыз сотта аттартауыз Канамей Кельбегендер шотта алауыз Все пропустят еркекче айтоптармен Всем вместе аплодируем Эй Сенсу нон тамашаны күлбөзе Мен саға бұл бармақты күргөзе Сенсу нон тамашаны күл бөзе Сенсу нон тамашаны күлбөзе Смин саға бұл бармақты күргөзе Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Браво! Уважаемые дамы и господа, сейчас на эту сцену я бы хотел позвать того, без которого этот проект бы не получился. Человек с большой буквы, основатель стендап-комедии «Бишкек», президент этого проекта, господин Уланов Азамат Уланович. Когда раз был в нашем клубе, ну и там я встретил этих молодых перспективных юмористов. И знаете, друзья, я в них поверил. Ну, я дал задание секретарше назначить нам встречу, ему с ребятами поговорили, и я окончательно решил, что я буду директором. Не, ну, во-первых, я не пьющий, а во-вторых, что тут дашь уже доказывать? Ну, я ребят взял под свое крыло. Ну, как крыло? Ну, крылышко. Спасибо за это, секретарша. Кстати, она здесь. Ой, да сядь, что ты выпендриваешься? Я здесь стал ласки. Так вот, я в них поверил. Потому что мне в детстве очень нравились слова Аркадия Исаковича. Ну, Райкин, да? Ну, для щеглов. Так вот, он говорил. Излишняя беспечность противоречит своему же мировоззрению. И вот, фиг его, что он хотел сказать. Ну, вот, красиво, да, сказал? И базаржок, базаржок. Очень надеялся, что сегодня придет мой коллега, директор стендап-комедии Узбекистан. Но что-то сегодня со школы не отпустил я. Да ладно? Кстати, после прошлого концерта нам поступило очень много предложений от разных телеканалов. Но я четко решил, что мы будем работать только с НТС. Не, ну. Не, ну, во-первых, я-то лаский. А во-вторых, что ты дальше доказывать? А, сейчас, секунду, звонят. Да, алло. Да, конечно. Да, мои ребята все напишут, все проведут. Что? Не, не, я уже не веду. Да, братан, у тебя же своя контора есть. Если ты был бы спонсором стендапа, мы бы тебе все бесплатно написали бы и провели бы. И все, ладно, подумай. Ай, баса, мемечик там. Дием, да, гыздар, балдар. Шнем, да, движение, общение дигенды. Тяк-пяк дигенды. Спонсор, монстр, топайлю я. Да, шо, штангалат поедел, не секрю лечь. О, шо, нэнгин, ну, я, наверное, на этой ноте закончу. Не, 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 вы сидите. Просто потом стулья на парты поднимите. Двух дежурных оставьте. Желательно девушек. Повзрослее. Алло, да. Че с конторой, блин, ты решил или нет? Двигаемся дальше. Следующий наш участник, он как золушка, но наоборот. После двенадцати не может уехать домой. Житель Беловодска. Джиргал Белеков, встречайте. Get me, get me, get me, get me. I hope you don't mind. Добрый вечер. С вашего позволения немного о себе. Я с Беловодской, меня зовут Джиргал. Мое полное имя это Белеков Джиргал Белекович. Дословно это переводится как «Подарков, кайф, подаркович». И мой отец Иссыкульский, мне кажется, не совпадение. Просто у меня чистое Иссыкульское имя. Посудите сами. Мой отец Белек, подарок. Я Джиргал кайф. И что-то мне подсказывает, что моего сына будут звать Бару. Есть что? Вот и вообще не нравится, как у нас в стране подходит к выбору имен. У меня есть знакомый, молодая семья. Они назвали своего сына Даниэль. Казалось бы, ничего необычного, но двух сыновей постарше зовут Адлет и Джануик. Адлет, Джануик и Даниэль. Что произошло? Отец вдруг захотел француза? И мне интересно, у них только имена такие разные? Или отношение к ним тоже как-то отличается? Типа, ай, адлет, Джануик, болтамарочкли? Месье Даниэль? Ален, жи дуня? Сильвупле. Бон аппетит, месье Даниэль. Ай, тамахты болт. Бат-батан, чиры, бэй, бадали, джанкеткли? Вот, и сейчас я проживаю в Бишкейке, и я заметил, что в Бишкейке люди немного приветливые и жизнерадостнее. Серьезно. Если в Бишкейке смотреть на человека, то есть вероятность, что в ответ он тебе улыбнется. Если Беловодский смотреть на человека, то в ответ можно услышать только «Чего смотришь?» Серьезно. И это еще при том, что только что я процитировал Акима Беловодска. Кстати, наш Аким... Кстати, наш Аким — это единственный Аким в Кыргызстане, который был избран по системе «Райл-уэл-трису». Вот, и... И мне кажется, люди в провинциях такие напряженные, потому что вот там ни хрена нет. Серьезно, никаких условий. Серьезно. И взять даже случай, когда поздно ночью тебе нужно загружить единицы на телефон. В Бишкейке для этого тебе нужно всего лишь пойти в магазин и найти терминал. Чтобы в Беловодске ночью загрузить единицы, тебе нужно всего лишь пойти в магазин и ждать утра. Серьезно. И то там не терминал, а вот продавщица с врожденным недовольным лицом. И тебе можно единицы загрузить? «Чего смотришь?» Недавно был в аптеке и никогда не задавались вопросом, зачем в аптеке нужен охранник. Какая угроза-то может быть? Никто же не задумается ограбить аптеку. Даже если будет ограбление, то это ограбление будет выглядеть примерно так. Так, все бабки на стол и три пипетки. Так вот, деньги, пипеток не осталось? Блин, тогда не надо. Вот, я много работаю и много нервничаю. И в связи с этим у меня появилась проблема. Я стал лысеть, я стал терять волосы. Серьезно. Я недавно в интернете прочитал, что основной причиной выпадения волос является стресс. И я подумал, это же порочный круг. Из-за стресса ты лысеешь, а из-за того, что ты лысый, у тебя стресс же по-любому. Эта проблема, знаете, развивается настолько динамично и интенсивно, что есть вероятность, что к концу выступления эта проблема может стать еще серьезнее. Кто знает, может на сцену вышел молодой симпатичный джергал, а уйдет отсюда многоуважаемый джергал Беликович. У меня все, друзья. Любите Белоцк, берегите волосы. Спасибо. Юмор следующего участника. За ним нужно следить очень внимательно, но не особо вслушиваться. Ведь на три вещи можно смотреть бесконечно. Это как жжет выступающий, как плавно течет его юмор и посадит дерево. Даниэр Сабатов. Встречайте. А знаете, у меня в семье очень много кыргызов. Ну, особенно мама, папа, короче. Недавно на кухне сидим. Ну, кухня же общая. И папа мне говорит, ну, он тот кыргыз. Послушай, парень. Даниэр. Даниэр же, да? Давно хотел тебе сказать. Балам же, да? Балам. Вот ты уже взрослый, большой. Тебе 20 лет. Я кое-что о чем тебе хочу попросить. Передай кетчуп. Ну, у нас всегда с ним такой не смешной диалог. Просто он же не стендапер. Он же вайнер. 15-секундное видео снимает. Недавно приметил себе красивую девушку. Как недавно? Только что. Как только что? Как зовут? Как зовут? Айка. У тебя было такое, что ты общаешься с человеком, а он начинает тебя игнорировать? А знаете, в Кыргызстане в последнее время очень модно стало жить. В Кыргызстане в последнее время очень модно стало жить. Слушать бегища. Выходить на светофоре. Взломать ядер на форайз. Быть изнасилованным в лесу. Да что я о себе-то о себе? Давайте о вас поговорим. Знаете, я очень одинокий человек. И мне не везет, люби. Мне настолько не везет, что когда я открываю вкладыш Ловиса, там написано, давай останемся друзьями. Недавно даже вышло, попробуй еще раз. Я попробовал еще раз, и там вышло, давай останемся друзьями. Очень странно просто. У меня интересная жизнь, интересные друзья. У меня вот есть друзья, я их называю друзья совпадения. У меня есть друг Юра, он учится в Юрокадемии. Есть еще подруга Касси, она учится в Касси. Есть еще подруга Поля, она учится в политике. Есть друг Хаджуик, он вообще нигде не учится. Помимо друзей совпадений, у меня есть друзья не совпадения. У меня есть друг Манас, и он Дрыщ. Манас, Дрыщ как-то несовместимо, да? Я вот после этого заметил, а есть ли еще такие несовместимые имена? А вы когда-нибудь видели 15-летнюю Айнаш? Семидесятнюю Аделью. Тачкист, которого зовут Камаль. Диджей Каджуик. Ну просто он же никуда не учится, нигде не учится. Алкаш по имени Ислам. А в зале есть? Азамат, Азамат. Молодец, что? Знаете, друзья, мир полон неожиданностей. Всем пока. Дамы и господа, а ее оружие — музыка. Заряжаем это все дело юмором и получаем прекрасное выступление от Хусаиновой Чилдызы. Давайте встретим ее громкими аплодисментами. Песня из реальных событий. Вышла чайка ночью погулять, Стала на парней зазывать, И нашла лоха, Марсуки она Охмурила бедолагу пацана. Заказала девка фуагра, Ой, штука сон, Греческий салат за 700. Выбрала она Французского вина, Ой, жестокая-то баба была. Вроде раскрутила пацана, Пора домой. Осталось делать селфи на айфон. С лот отца пошла, Девка в туалет Возвращается, А парня уже нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕЛЮДИ ДЕНЕГ ДО УТРА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки И будем танцевать. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки И будем танцевать. Есть же не самые главные вещи. Это что? Это любовь. Это семья. Это здоровье. Ну конечно же, удача. Но есть такие люди, Которым ее не хватает. Итак, поехали! Весь тегону Просто так не ведет И их судьба Скажет лишь одно Салам алейкум удачи Салам алейкум удачи Салам алейкум удачи Весь тегон Не следит за языком Весь тегон Заслужил это все Салам алейкум удачи 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 Салам алейкум, удачи, салам алейкум, удачи, спасибо вам за чудовица, по-моему, я рад с шефов, желаю всем мне успехов, салам алейкум, удачи, салам алейкум, удачи. Салам алейкум, удачи, салам алейкум, удачи, спасибо вам за чудовица, по-моему, я рад с шефов, желаю всем мне успехов, салам алейкум, удачи, спасибо вам за чудовица. У нас на проекте выступают очень много представителей разных профессий, это врачи, стоматологи, лингвисты, юристы, уйгуры, вот, сейчас на эту сцену выйдет представитель органов правопорядка, младший лейтенант Бахтьяр Гасымов, встречайте. Всем здрасте. Ну, я так смотрю на него и думаю, если я буду плохо смотреться в твоей камере, ты будешь неплохо смотреться в моей. Знаете, друзья, сюда выходят, чтобы рассказать немножко о себе, я не исключение. Так вот, когда я учился в школе, мы, как и все дети, увлекались очень популярной передачей «Умники и умницы», все знают, да, наверное, из телевизора. И вот в финале, когда моим одноклассникам уже досталась желтая и зеленая дорожка, именно в этот момент я понял, что мне придется пойти по красной. Ну, ничего, я в итоге выиграл. Кто-то из вас думает, что у меня сложная работа, знаете, это не так, все гораздо хуже. Вот судите сами, есть такое понятие, как пайковые. Пайковые — это суточная норма денег, которые выдаются сотруднику на обед. Вот для сотрудника она составляет 34 сумма. А сейчас, внимание, для собаки 57. Это абсолютная правда. Обидно. Зашел я как-то с этой обидой к своему начальнику, говорю, как понимать? Он мне говорит, не твое собачье дело, понял? Бородатый, как мир, стереотип, знаете, о добром и злом полицейском. Вы все из фильмов тоже это видели, наверное. Сейчас я работаю без напарника, и мне приходится исполнять роль доброго и злого полицейского одному. Это выглядит примерно так. Так, короче, пойдем в отделение. Там тепло. Ты или на нары отсюда поедешь, или будешь хошанчик. Ты че от меня убегал? Тебе не больно было сейчас? Не больно, спрашиваю? В принципе, знаете, мне грех жаловаться. У меня очень интересная жизнь. В моей жизни есть один такой, знаете, человек, начальник. Очень такой распространенный, харизматичный персонаж. Вы его много где могли видеть. На улице, на базаре. Человек, который разговаривает вот таким голосом. Телек. Эй, телек. Так, короче, сейчас прямо домой. Никакой кофе, софе. Я вам запрещаю. Кого увижу, Тармбахова. Через южный КПП аккуратненько выходим. Осторожней. На улице галилет. Друзья, он и команды так подает. Это звучит примерно так. Налей. На прав... Как-то раз побывал у него дома, он, оказывается, и дома так разговаривает. И, котен. Захлев. У. И вот однажды какая-то сволочь заложила, что я его пародирую. Он подходит ко мне такой, говорит, эй, Гасымов, говорят, ты меня пародируешь? Ну я так смотрю на него, говорю, кто я? Шеф, никогда в жизни. Он такой, точнее твой голос? Я ему, так, точнее. У. Ну и на закусочку. Друзья, знаете, к любому из вас я всегда готов прийти на помощь. При одном условии, если за вами правда. А если за вами советская, извините, это не моя территория. Обращайтесь куда хотите. Бахтияр Гасымов. Специально для стендап-комеди Бишкек. Спасибо большое. Бахтияр Гасымов. На этом все. Это был стендап-комеди Бишкек на канале НТС. До скорой встречи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!